Ну а перед началом ролика хочу сказать огромное спасибо людям, которые помогают в развитии канала. А именно, Тори Блэк, Сомик Алексей Котов, Питер, ну и естественно Вовка СПБ. Вот эти ребята просто помогают в развитии канала. Я сделаю максималочку, чтобы стримы мои были более качественные, интересные, захватывающие. Вот прошла еще одна неделя на календаре 25 февраля, вторник. Я для вас подобрал самые последние слухи, сливы, моды, скандалы с реддита, откуда только мог найти. У микрофона Готика Сократ, погнали! По традиции мы начнем наш выпуск с онлайна в Red Dead Online в стиме. За эту неделю не было особо никаких изменений в районе 50 тысяч в Red Dead Online и в районе 200 тысяч в GTA Online. Эти цифры свидетельствуют нам о том, что в принципе у нас все стабильно. Стабильно перед обновлением, которое должно привлечь как можно больше игроков. Так как на данный момент официальных новостей от Rockstar пока нет. И поэтому мы можем гадать только на кофейной гуще, когда же выйдет это чертово классное, самое лучшее, превосходное обновление, которое добавит нам новые роли или хоть что-то, чем можно заняться в игре. На этой неделе у нас бонусы для коллекционеров, а именно бонусы к опыту роли и скидки на коллекционерские принадлежности. А именно лопату 30%, металлоискатель 30%, бинокль 30% и также на 50% карты у Мадам Назар продаются дешевле карты для поиска предметов. Помимо этого вы получаете на 100% больше опыта за сбор любой ценности и также за их сдачу. Самое важное для металлоискателя это непосредственно карта Red Dead Online, где вы можете посмотреть где что находится. Интерактивная карта, я имею ввиду, где находятся абсолютно все предметы. Карта обновляется, создается игроками, обязательно смотрите, ссылка в описании. Также вы получите 5 уровней клуба за вход в игру в течение 48 часов. То есть просто зайдите в Red Dead Online, вы автоматически получите 5 уровней клуба и бандитского абонемента. Войдите до 2 марта и в течение, как я уже говорил, 48 часов доп.опыт появится в разделе бонусы. Есть один маленький момент. До 2 марта есть еще возможность прокачать бандитский абонемент. Если у вас он уже прокачан, обязательно его покупайте. Все, что вы уже прокачали, будет у вас открыто. Помимо сумки коллекционера, игроки, связавшие свои учетные записи с социал-платной Twitch Prime, совершенно бесплатно получат улучшенный метод-дистиллятор, который так и так нам уже дают, уже какую неделю с этой привязки. А кроме этого, в PlayStation Plus подписчики получат 3 партии браги и 3 партии припасов для торговцев. Автор YouTube-канала Red Dead Online Guide, известный под своими миниатюрами о Диком Западе, решил понаблюдать, чем же занимаются животные в Red Dead Redemption 2. Так сказать, в свое свободное время. Результатом его работы стало видео, которое есть в этом описании. То есть, мой забугорный коллега, так сказать, решил снять и показать, чем же занимаются животные в свободное время. То есть, что они делают, как охотятся, как бегают и так далее, так далее. Очень занимательный факт для тех, кто смотрел новости на прошлой неделе. Видели волка, который воет, когда, соответственно, был убит его товарищ, так сказать. Ну и, соответственно, пока вы бегаете, прыгаете, занимаетесь своими делами, окружающий вас мир живет своей жизнью. Получилось очень офигенно, рекомендую посмотреть. Никогда такого не было. И вот опять. Rockstar требует удалить мод Hot Coffee, или, проще говоря, горячий кофе для Red Dead Redemption 2. Модификация эротического характера, в которой протагонист игры получает способность заниматься ну, дудым-сюдым и все дела, с ночными бабочками Дикого Запада. Мод с таким же названием и функционалом в свое время выходил в GTA San Andreas. Казалось бы, очередной пахавный мод, причем не такой уж и высокого качества. Модельки даже не раздеты. Однако его появление вызвало откровенное недовольствие у Take-Two и Rockstar. Они обратились к Кан Лосинг, автору моду, и потребовали удалить его. Как утверждает ютубер Свекта, следивший за развитием событий и причин, из всего недовольства якобы нарушили лицензионного соглашения, плюс кое-какие другие огрехи. Вот по этому поводу, что он сказал. Я сам слегка удивлен и не ожидал, что Take-Two будет так переживать насчет мода для сюжетной кампании. Мне кажется странным, что Rockstar может добавлять в свою игру проституток, но когда кто-то выпускает мод, причем даже не очень хорошего качества, это вдруг становится неуместным. В моде нет никакой ноготы, плюс в нем задействуются только актрисы из игры, анимации из пьяной миссии в баре, с летней все еще ассет игры, стоны, звуки, которые издают раненые NPC, а еще они, в контексте Take-Two и Rockstar, упомянули сетевые службы, однако данный мод доступен только в сюжетной кампании. Отвечаю на ваш вопрос, нет, я не думаю, что это справедливо. Кроме того, Ан Лосинг сказал, что не собирается удалять свой горячий кофе для Red Dead Redemption 2, чем такое решение обернется для храброго модера, фиг его знает, только время пока. То, что вы сейчас увидели, опубликовали на Red Dead, человек с ником Demarlow310. Он написал сообщение, что выходил за дел NPC, после чего начал уходить, дабы не привлечь законников, не стал его убивать, остановился, подумал, что его хочет убить уже второй NPC, после чего второй NPC убил первого NPC, и это очень странно. На Red Dead стала самая популярная теория, что игра пометила усача в качестве противника, а второй прохожий, бородач, решил заступиться за игрока. Это самая правдоподобная версия, которая на данный момент звучит логично. Один пользователь в комментариях заявил, что с ним произошла примерно такая же ситуация. А случалось ли такое с вами, чтобы NPC заступался за вас? Со мной лично нет. Ну а на этом у нас все, обязательно подписывайтесь на канал, все ссылки в описании, и Discord также в описании. С вами была Готика, Сократ, спасибо всем, пока-пока.